Всем привет! Идеи для завтраков заказывали? Нет, а я все равно делюсь. И первое блюдо это суперполезное корнфлекс, как говорят на иврите. И кукурузные хлопья абсолютно разных видов, с молоком идет вот так. Чуть-чуть кинул, выловил, скушал и так дальше. А впереди еще очень много идей для завтраков, полезных и далеко не очень, но это мои завтраки. И не забудьте поделиться в комментариях, какой завтрак вам понравился больше всего. А также поделитесь своим любимым завтраком. А это пример почти восточного завтрака. Здесь у меня хумус, перец, кукуруза, оливки. Это коттедж, зернистый творог. Это сметана и малавах, вроде называют эту лепешку слоеного теста. Кушается все руками, с помощью лепешки. Приятного мне аппетита! Еще одна идея для завтрака. Брокколи обжаренные в яйце. Вкусно и полезно. А в выходной день, когда есть больше свободного времени, можно и оладушки приготовить. И покушать со сметаной. Уже не так полезно, но вкусно. Хотя почему? Я добавляю очень мало масла, когда жарю, поэтому можно сказать, что полезно. Еще один вариант завтрака. Это яйцо, обжаренное с луком, на сливочном масле. И кушаю я его свежими овощами и черным хлебом. А это вариант самого здорового завтрака. Это хлебцы из цельнозерновой муки и авокадо с солью и лимонным соком. А на десерт гранатик. Приятного мне аппетита! А вот вариант сытного завтрака. Это обжаренная на оливковом масле картошка. Сверху залитая яйцом. Вот так перемешали, поджарили. И получается вот такой вот сытный завтрак, который я кушаю с помидорами черри и булочкой из цельнозерновой муки. Или как вариант вот такой завтрак. Блинчики с зернистым творогом и фруктами. Субботний завтрак. А это знаете себе такой гостиничный завтрак, когда тебе в гостинице предлагают фуршет. И ты накладываешь в свою тарелку все что угодно. Вот у меня сегодня как-то так. Здесь помидоры, авокадо, салат со свеклой, булка, омлет, кукурузка и селедка. Да-да. Вы же видели в гостиницах, утром подают селедку. Так что почему бы не завтрак? А еще можно на завтрак покушать оладушки с кабачков. Очень вкусные, кстати. Я думаю многие из вас готовят. Здесь есть кабачки, яйца, картошка, две небольших, немножко муки, соль по вкусу. И все, жарите и вкусненько со сметаной самое то. Еще один вариант здорового завтрака. Кто живет в Израиле, сразу поняли, что это за консерва. Это туна, либо же тунец в масле, яйцо, помидорки, огурчик, хлеб из гречневой муки и на десерт мандарин. Еще одна вариация завтрака. Это омлет с зернистым творогом, свежими овощами, хлебом с цельнозерновой муки и на закуску гранатик. Иногда на завтрак можно приготовить вареники с творогом. А что? Хорошо покушала и пошла хорошо работать. Кабачки у нас в Израиле продаются круглый год. И вот как вариант к завтраку. Можно их обжарить в яйце. Кто-то может сказать много жареного, много. Утром и на завтрак. Но я скажу, какие наши годы. Пареное и вареное буду кушать на пенсии. Раз в году полезный завтрак. Когда-то овсянку очень любила, а потом пришло время, что я ее вообще перестала кушать. И вот сейчас пытаюсь потихонечку к ней возвращаться, но что-то не кок. Вот так раз в три месяца, раз в пять месяцев вот такую кашу и кушаю. И все. Можно к завтраку пожарить и сырники и подать их со сметаной. У меня сырники не очень сильно похожи на сырники, но это сырники, не сомневайтесь. А можно позавтракать и такой вкусняшкой с клубникой. Такой себе домашний йогурт. Здесь сметана, немножко кефира, сливки. Ну в общем все, немножко сахара. И чтобы было сытнее, вот с такой булкой, либо крекером. А так выглядит завтрак моего мужа. Это обезжиренный сыр пятипроцентной жирности, пастрома, тоже обезжиренная и обогащенная белком. И рисовые хлебцы. Он это кушает, конечно, в количестве побольше утречкам, щайком. А я решила сегодня позавтракать как он. Ну мне достаточно такого количества, еще каким-то фруктом закусить. Приятного мне аппетита. А когда пришел праздник Песах, так завтрак может быть и таким. Это оладушки из мацы, финики и кофе. Приятного мне аппетита. И на этом все. Скажите, о чем завтракаете вы. Пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!